Добрый день, меня зовут Алексей Красиков, и вы в школе эмоционального интеллекта. Сегодня мы разбираем в школе эмоционального интеллекта причинно-следственная связь, трагедия, которая произошла не так давно на острове Бали, где погибла Настя Тропи, и многие её знали, и она приходила ко мне в заведение на острове, и мне очень жаль, что я с ней не познакомился лично, и, возможно, это как-то бы изменило причинно-следственную связь. Прежде всего, я хочу сказать, что мы разберём причину и следствие и попробуем реконструировать ту цепочку событий, которое привело к такой трагедии. Хочется сказать, что, если честно, я переснимаю это видео, потому что я записал видео вчера, но по прошествии ещё одних суток я понял, что я хочу перезаписать видео, чтобы быть более откровенным, что ли, с вами. Значит, давайте начинать с того, что многие люди говорят о том, что есть некая судьба, и вот люди, которые, на мой взгляд, имеют прямую причастность к событию трагическому, сейчас, а точнее, инструктор по вождению её, который, собственно говоря, и не был против, и, на мой взгляд, я объясню почему, был за спортивный мотоцикл, они сейчас всей этой компанией пишут, что Настя выбрала переход, что это судьба, её время настало. Это оправдание. С точки зрения науки, с точки зрения физиологии, психотерапии, это попытка оправдать своё халатное, преступное поведение. По-другому у меня определений не возникает. Потому что человеку страшно. Потому что случилось то, что могло случиться с каждой девочкой, которая сядет на спортивный мотоцикл на Бали. Любую девочку посадить на спортивный мотоцикл 18 лет без подготовки на Бали, с 90% вероятности она получит травму и увечья. От банальных ожогов о двигателе в охлопную трубу до переломов и смерти. Это происходит каждый год на Бали. Каждый месяц, когда я прилетаю на остров, а я на Бали 3 месяца в году, каждый раз мы кого-то хороним, каждый раз мы кому-то собираем на репатриацию, каждый раз мы кого-то собираем на терапию. Потому что всё время кто-нибудь раскладывается на асфальте. Конечно, если смотреть в целом и системно, то Индонезия одна из самых коррумпированных стран. И возможность сесть вообще на гоночный мотоцикл в принципе там для туристов является проблемой. Я вам честно могу сказать, я решал вопрос с полицией, которая тормозит. Полицейские обустраивают облавы, тормозят без шлема права, без шлема права. Но вся эта история без шлема права решается за 150-200 рупий. Это очень малые деньги. Это очень коррумпированная история. Поэтому, конечно, один из механизмов, который внёс Лепту, это вообще возможность, что такое может произойти. Потому что в Соединённых Штатах, потому что во многих европейских странах вообще есть ограничения на мотобайк, на спортивный мотоцикл до 24-21 года. К сожалению, на Бали в Индонезии можно сесть на мотоцикл туристу. И в принципе, если ты имеешь некую финансовую историю, то ты откупишься и поедешь дальше. И со шлемом, и без шлема. Просто это будет чуть дороже, чуть дешевле. Это вот как раз один из элементов причинно-следственной связи. Ну что же, давайте погружаться более детально и более жёстко. Я заранее прошу прощения, если кому-то это покажется болезненным, если кому-то покажется это личным, что ли. Первое. С чего надо понимать, что есть причины и следствия, фундамент, на который потом накладываются обстоятельства. То есть, есть некая основа, и на эту основу потом идёт цепочка событий. Любая авиакатастрофа – это не судьба, это цепочка событий, которые расследуются и устраняются цепочки событий. Именно поэтому сегодня самолёты, авиация является самым безопасным видом транспорта, потому что любая трагедия с самолётом расследуется в цепочке причин и следствий, и мы с вами сейчас этим и займёмся. Потому что, расследуя причину и следствия в авиации, внося изменения в эту причинно-следственную связь, самолёт становится всё безопаснее и безопаснее. Вот целью моего сегодняшнего видео – это показать причинно-следственную связь, чтобы и родители, и подростки, и туристы, и люди в целом понимали, как эта цепочка может сработать роковым образом. Первая и основная история, связанная с Настей, это её, конечно же, психологическое отношение и психологические отношения с детства в обстоятельствах её семьи и её таких вот невротических мотиваций. Видимо, для неё сверхценной историей была свобода. Именно поэтому она топила за фриланс и уже в 15 лет накопила самостоятельно деньги. Видимо, ей так сильно хотелось вырваться и так сильно хотелось доказать папе, маме, доказать всем вокруг, что она может и что она самостоятельная, что это сыграло фундаментальную основу. Конечно, во фрилансе, в самостоятельности нет ничего плохого, я много об этом рассказываю и много об этом говорю. Но эта фундаментальная невротическая мотивация вырваться на свободу, доказать, становится роковой основой. Потому что дальше возникает следующее. Непонимание с родителями и интерпретация родительского поведения как несвобода и попытка загнать в стоило формирует реверсивное поведение улететь 1-18 лет в Индонезию и доказывать, что она взрослая, что она может справиться. Вот это фундамент. Дальше возникает вторая проблема. Папа пишет сейчас в социальных сетях. Я хочу, чтобы папа может быть тоже это послушал. Мог ли папа что-то изменить? Я вам как специалист с 12-летним опытом скажу так, что когда сформировалась уже вот такая оппозиционная история отца и дочери, даже если папа говорил бы очень рациональные вещи и даже если бы папа говорил очень правильные вещи, это уже не воспринималось бы ей на должном уровне. Вот была история, когда к одной девочке известной манекенщице тоже папа прилетал на остров и у папы тоже не получилось забрать девочку домой. Поэтому я хочу, чтобы папа здесь понял, что находясь вот в этой уже такой психологической оппозиции, вряд ли она бы могла послушать, потому что любые фразы она бы воспринимала очень оппозиционно и остро. Хотя папа мог руководствоваться тревогой, папа мог руководствоваться предчувствием, беспокойством, но для нее это уже было не воспринималось критично, потому что уже сформирована вот эта база. Значит, второй фатальной цепочкой событий является ее окружение. Вот когда сформировано вот это желание доказать, желание свободы и независимости, рядом с ней должны находиться люди или должен находиться человек, который гораздо сильнее ее. Для того, чтобы реверсивно ее тормозить. То есть, если у нее есть один концепт вперед, 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 то рядом с ней должен находиться человек, который ее будет реверсивно, рационально взвешивать риски, который бы объяснил ей на уровне авторитета и здравого смысла, что Кавасаки ниндзя 18 лет это перебор. Это реальный перебор. Но, к сожалению, такого человека рядом с ней не оказалось. К сожалению, она находилась в тусовке людей, которые наоборот поддерживают вот это лучше, больше, сильнее, точки А, точки Б, вперед, вперед. И вот это вот раззадоривание вот такой фундаментальной проблемы с отсутствием рядом с ней человека ее уравновешивающего вложило существенную лепту во всю эту причинно-следственную связь. Не создало, но вложило. Во-вторых, третьим фактором является история рокового знакомства с человеком по фамилии Майдановский, очень говорящая фамилия, у которого уже были эпизоды травм его ученица. Это инструктор по вождению. Я думаю, что на Бали он переехал именно из-за проблем определенных в этой области. его анамнез, скажем так, жизни уже отягощен проблемами в области, связанные с оказанием услуг в этой сфере, как я знаю, во всяком случае. И, к сожалению, знакомство с этим человеком стало еще одной роковой такой частью во всей этой цепочке событий, где, понимаете, на Бали свойственно людям специфическим находиться на постоянке, да, что называется. Это люди, которые мало добились в жизни, это люди, которые выбирают остров, чтобы найти любые способы заработка. Они не гнушаются брать комиссии за... Вот приходите вы, например, к хозяину там, мото-салона или виллы, и говорите, если я вам найду клиентов, вы мне откатите какую-то сумму денег. Там это абсолютно естественно и нормально, да. И вот арендовать мотоцикл, заработать на этом деньги, брать 50 долларов за урок мотобайка, серфинга, там еще чего-то, там зарабатывают все на этом как могут. К сожалению, вот эта цепочка событий стала знакомство с этим человеком, который наоборот, будучи инструктором, встретив блогера-миллионника, платежеспособного, вот, видимо, не захотел отговаривать ее от того, что ниндзя спортивный, это как бы перебор. Я никогда не поверю, что любящий человек может посадить 18-летнюю юную девочку на спортивный гоночный мотоцикл со словами «Я люблю тебя, дорогая». Потому что это 90% катастрофа, как минимум с тяжелыми телесными. Я думаю, что все-таки он думал, что все обойдется, все будет хорошо, и это принесет ему только дивиденды, рекламы, заработка, но, к сожалению, он очень сильно ошибся, потому что объем рисков, которые были поставлены на чашу, он был существенно превышен и случилось то, что случилось. Сейчас эти люди рассказывают, что судьба. Но, знаете, когда вы это все делаете во имя определенных процессов, назвать это судьбой очень сложно, да? И когда вы сажаете 18-летнюю девочку на спортбайк в коррумпированной стране со сложным азиатским движением, называть это судьбой, но у меня не поворачивается язык. У меня поворачивается язык непреднамеренной убийства или похалатности. Вот так у меня поворачивается язык. Следующее это история медийности, которая тоже вложила определенную лепту в определенную цепочку событий. Когда вы просто вот такой человек, у которого есть определенные невротические истории, которые имеют такое окружение, отсутствие тормозящего реверсивного балансировки, знакомство с сороковым человеком, который наоборот подталкивает к этой всей истории. Медийность, где нужно заботиться о контенте, где нужно показывать свою компетентность, развитие, развитие, все время все время вот эти точки туда, точки сюда, было, стало, оно тоже соответственно влияет на причинно-следственную связь здесь. Конечно же, как я уже и говорил, законы Бали этому тоже способствовали. И если взять все вот это в целом, фундаментал психологических отношений, фундаментал желания свободы, доказать, вырваться, фундаментал окружения, которое поддерживает вот эти все переизменения, трагическое знакомство именно с этим человеком, который паразитирует на вот таком психологическом аспекте человека, который хотел, наоборот, как можно больше дивидендов из этого извлечь, и сейчас трусливо разназывает это судьбой. Вообще, я бы, Морюк, ему давал бы извиниться как минимум перед родственниками, что он до сих пор не сделал, вернуть все, что он пытается забрать и хочет забрать, вернуть все вещи, все деньги и покинуть остров, пока границы закрыты. Потому что границы откроются и как бы ситуации бывают разные. мне кажется, что ему нужно поменять позицию и как бы перестать пенять на неких медиаторов, которые там рассказывают, что она сама этого захотела, а извиниться перед всеми родителями и близкими и сделать так, чтобы его больше никто не видел и не слышал. Потому что в противном случае мне кажется, это плохо кончится. И вот конечно же законодательство Бали тоже оказывает здесь роль. Потому что это туристический курорт, потому что это коррупция и все, что с этим связано. Как справиться с такой причинно-следственной истории? Конечно же, когда мы говорим о смерти и о потерях подобного рода не будет ни у какого психолога и психотерапевта конкретного инструмента и лекарства. Первое, что можно говорить, это всегда о том, что требуется время. Потому что только время и способность говорить и называть свои чувства здесь очень важны. Я бы рекомендовал всем, кто тяжело проживает эту потерю, больше говорить об этом со своим психологом, вспоминать, плакать, вспоминать, плакать и проживать те чувства, которые у вас по этому поводу есть. Называть эти чувства, не давить их в себе. Во-вторых, дать себе время, потому что у любого эмоционального аффекта и любой эмоциональной дуги есть определенные фазы, которые нужно время, чтобы они прошли. В принципе, по канонам психологической помощи она начинается после 40-го дня. Это не связано с религией, это связано с тем, что примерно на 40-ой день уже можно говорить о том, что человек выходит на фазу некого отпускания, где оказывается поддержка. Люди могут застревать на определенных фазах проживания потери. Кто-то может застревать на фазе принятия и уйти в фазу отрицания. Это не так, это не так, это не может быть. И мы в социальных сетях видели, я не могу в это поверить. Скажите, что это сон, это неправда. Затем эту фазу сменяет фаза осознания, что все-таки это произошло, и это фаза проживания шока. Затем возникает фаза реверсивного желания отомстить или найти виноватых. И сейчас, скорее всего, папа находится именно в этой фазе, поэтому Виктору очень повезло, что граница закрыта. Вот. И дальше начинается фаза смирения, принятия и отпускания. Вот на этой фазе уже подключаются психотерапевты, которые помогают с этим справиться. форсировать это очень сложно. Медикаментозная помощь, которая может оказываться на первых фазах, это успокоительные, седативные, прием на ночь седативных препаратов, чтобы человек спал, и нахождение рядом, чтобы он ничего с собой не сделал. Да, эмоционально. Седативные, сон, разговоры, проживание. Седативные, сон, разговоры, проживание. Дальше уже по истечению времени. В норме считается, что состояние горя и проживания должно пройти в течение полугода. Ну, от полугода точнее, да, то есть через полгода человек должен более-менее выйти на финальную фазу. Но он еще может вспоминать, он может об этом помнить, безусловно, не забудет про это, но уже не с таким надрывом и вернется к полностью полноценной жизни. Так что полгода человек может находиться в неком состоянии проживания. Это нормально. Это нормально. В норме считается, что если через полгода человек все еще плачет, вспоминает игрушки, платится фотографии, значит, человек застрял на финальной стадии, и тут требуется поддержка и помощь. вот наверное все, что можно сказать по этапам терапии. Ну и последнее, что я бы хотел сказать про любовь. На мой взгляд, когда ты действительно любишь человека, ты прежде всего о нем заботишься. Ты его оберегаешь от рисков, от объективных рисков. Конечно, родители иногда перебарщивают с заботой и слишком зажимают рамки, оберегая, оберегая, оберегая. Но если рассматривать наш с вами случай, то человек, который любит 18-летнюю девочку, пылинки бы с нее сдувал, чтобы только бы с ней ничего не произошло. Я не могу себе представить, мне не укладывается в голове история любви и посадить на Кавасаки ниндзя гоночный мотоцикл неопытного, без опыта юную, хрупкую, легкую девочку. У меня не вкладывается, у меня не сочетается это два понятия как любовь и Кавасаки. Ну, вообще. Я вижу здесь только понятный умысел и либо какую-то тупость, либо тупость с умыслом. По-другому у меня как бы не поворачивается объяснение. Вот. Поэтому любовь, что хочу сказать, это все-таки забота. И даже если вы не вместе и даже если вы расстались, вы все равно желаете человеку искреннего добра, здоровья и всегда поможете. Как бы вы не были вместе или не вместе. Но никак не под ставление риском и такой вот халатности. спасибо, что вы слушали. Подводя итог, я желаю всем родственникам и знакомым времени. Я желаю вам понять, что никто из вас вот в этой цепочке событий не мог предугадать и видеть все это. Ровно так же, как и авиаконструкторы чаще всего не могли этого предвидеть, хотя они старались. Поэтому любая катастрофа должна быть разложена на причины и следствия, где мы с вами, господа родители, дети, слушатели, туристы, должны сделать вывод из этих причин и следственных связей. И если вы понимаете, что у вас есть невротические амбиции доказать, перегнать, продемонстрировать и показать, вы должны быть очень внимательны к сочетанию вот этих всех рисков. И всегда трезво использовать свою эмоциональную интеллектуальную грамотность, осознавать объем рисков и осознавать это. Конечно, я не снимаю здесь ответственности самой Насте, поскольку ей 18 лет и поскольку все-таки это ее причинно-следственные выборы. Но оказать влияние на этот причинно-следственный выбор мог человек сильный, сильнее ее, который ее бы смог уравновесить и сбалансировать. К сожалению, мне жаль, что такого человека не оказалось рядом и все сложилось категорично в цепочку самых негативных событий, как и при любой катастрофе. Ни одна катастрофа не случается по одному какому-то событию. это всегда череда событий, которые ведут к серьезным проблемам. Об этом скажет вам любой исследователь катастроф и чрезвычайных ситуаций. Благодарю за внимание. Еще раз хочу пожелать всем объективности, проживания своих чувств и сделать из этого максимальные выводы. Если кому-то потребуется моя помощь и поддержка, я готов помочь, чем смогу. Благодарю.